так полтора метра надо полтора метра идти полтора метра на меня не дышать здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас передача ржавая молодость значит на аутошоу в период эпидемии у нас необычная передача необычный формат мы сегодня проведем топ машин лучших для того чтобы пережить период эпидемии защищаясь от заражён нива это две наказанных нива иллинга давай какие у нее вездеходные качества есть рассказывать у нее есть аж четыре качества это четыре подушки пневма со всех сторон какой клиренс 14 сантиметров это единственное достоинство нивы просто взял и ниже плинтуса опустил да зато ее не видно ты можешь незаметно прокраситься нахер она нужна такая пойдем покажу можно подать звуковой сигнал вествия ты мне объясни за счет чего она так орется за счет прямотока движок стандартный движок восьмиглоп от копейки да и прямой глушак без всего и очень короткий красный салон чтобы крови не видно было если ты попал в перестрелку в опасно ты не запачкаешь салон она уже красный все нормально все правильно если срочно эвакуироваться вот так вот руль взял через верх побежал да главное на кочке не высыпался чтобы он сам да и рулем можно еще отбиваться можно отбиваться то можно как шапочку используете совсем поехал уже жиговская коробка жиговский мост но он же с таким клиренсом ни разу 14 сантов нормально сенсоры ездят 21 век асфальт бать ты не переживай это у вас там раньше ухабы были у нас не раньше у нас эти ухабы и сейчас есть база здесь полностью с нуля здесь сделано полностью кастомная рама подвеска за снова взята жиговская полностью переварена под эти габариты под подушке сзади здесь тоже вся конструкция с нуля из труб сделано пол с нуля сделан соответственно от нивы осталась только вот крыша часть бочины то опиленная из основы взяты двери но они тоже внутри полностью проварены переварены все стойки усилены и так далее короче от него чуть-чуть оболочки осталось все остальное с нуля построено как такового донора одного нету да нету и двигатель даже не от нее то есть чисто задний привод и все мы зимой на ней бока немножко раздавали смотри бать противоугонка никто не угонит эвакуатор не увезет в твоем случае низший сорт низший сорт они же самый низкий сорт просто него низший сорт у нее название какое текстура даже все говорят на текстуры провалилась типа как компьютерной игре по этого да 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 шанс выжить у нас довольно низок так мы в этом-то и прикол что мы низенько проедем нас никто не заметит думаешь конечно а вот эти мелкие мелкие они не болеют понимаешь да у них иммунитет все ли я выхожу к людям все все средства индивидуальной защиты с собой мир недостаточно для защиты от зараженных я считаю каждому должны выдавать по автомату калашникова у тебя здесь или кто еще на чем слушай здесь все под чем-то в основном да да а туда чё можно забраться как-то а где стремянка я же туда не залезу значит семерка полный антипод нивы у нее клиренс 2 метра вот на мой взгляд на мой взгляд такой подход намного более целесообразен в период эпидемии давай рассказывать что за привод на колеса колесный колесный привод на колеса ну через колес это крутится вращается это это вращает это этот инженер там сверху все базовые или усилили как-то что-то не сам кузов базовый а две двигло тоже штатно и хватает все нормально а сколько максималка у есть тут есть нюанс из-за того что нечетное количество колес у нее только одна передача вперед это задняя но зато у нее назад пять передач так подожди а каждое колесо вращает в обратную сторону следующее да и поэтому туда идет за физика ребята физика вот отчет получается ты когда уже сделал потом понял что одна и нет пять уже много слишком сложнее делать намного а три мало рулево ох ёп от гур есть но по-любому сложнее крутить да есть нюанс вот реально вот если зомби нападут сможешь ты в ней это выжить что спокойно над всеми проеду просто и дальше короче и линг-шоу значит под всеми проедет а ты над всеми проешь дорогие друзья наконец-то дождались календарь гараж готов 12 месяцев 13 девочек обложка с козиной бурмич там есть внутри замечательный календарь и что немаловажно это даже не эротика титьки все закрыты цена невысокая ссылочку на календарик я оставлю в описании переходите по ссылочке и оформляйте себе доставочку подходи разбирай календарь покупать надо календарь купить чтобы дома посмотреть давать не стеснямся 500 рублей с этим с росписью маска тебя предохраняет на полтора метра это предохраняет на полтора километра никто к нам близко не подойдет так что не переживай очередная машина нашего топ-10 лучших автомобилей в период эпидемии и кирилл расскажи что это за агрегат лучший выбор и ты меня поймешь почему шины низкого давления они что-то с очень низкого давления не очень сейчас пущено так он выше вообще о загутел они даже накаченные остаются шинами низкого давления так сколько атмосфер 02-02 атмосферы всего-то на ней сейчас можно заехать в воду и плавать а вот для чего но этой машины построены по типу лодка хорошо это машина или лодка все это машина или на которой ты можешь просто понимаешь ты можешь проехать зомби которые заражены к виду ты можешь заехать на любое вообще препятствие так вот она дизельная дизельная запас хода на 800 километров что задвигло полтора литра или 6 полтора литра а вот ты сейчас там закупоришь все я не залезу не нужно так все давай а где руль во первых здесь нет руля а чем рулить простота управления обусловливается вот этими двумя пальцами то есть если тебе откусит в момент к вида все пальцы тебе нужно всего лишь всего лишь два пальца все понятно так это налево направо этот орган какая цель у данной машины если не брать во внимание эпидемию зараженных и зомби апокалипсис экспедиции экспедиция бездорожье охота рыбалка насколько северно она может заехать за полярный круг может максимально куда хочешь больше двух тысяч километров то есть это из челябинска до москвы можно доехать три аккумулятора то есть там один какой-то у тебя там подсел там и так то есть ты здесь мог бы снимать свой календарь ну если мне тайфун заплатит мы так и сделаем так и сколько баб здесь помещается давай начнем с этого смотри я лег сзади баба спереди баба здесь 2 когда полку опустишь здесь здесь нужно 10 свободно даже кирилл поперек машины вмещается то есть очень удобно можно здесь где-то 8 баб можно с собой взять на период апокалипсиса я думаю хватит есть люк чтобы отстреливаться вот самое главное можно залезть наверх и смотри и высота позволяет спокойно отстреливаться то есть никто не залезет это прям машина крепость 2 тонны всего лишь то есть она объемная но не тяжелая ну правильно ей надо про ей же надо в воду вот евгений конструктор данного экземпляра он сейчас нам расскажет мы узнаем на каком месте будет данная машина утопе лучших машин в период пандемии я вижу это porsche cayenne судя по кузову это донор был porsche cayenne самоделка полная самоделка да а двигло бегло родное но полностью перебраны давай просил зона посмотрим передела на все навесное оборудование потому что техническое задание было сместить мотор в центр для того чтобы сделать аппарат развесовку как раз пациенту ага пассажир вот мотор в оригиналах у него подвеска как раз передняя находится по весу центра мотора у нас передняя подвеска выведена вперед для того чтобы развесовку сделать а еще плюс расширение аппарата для более устойчивости на больших скоростей это обдиржи от чего от урала от ураль от урала о ну понятно вот так вот если не знаешь то и не узнаешь а если приглядеться видно да что это это обдиржи самый бюджетный вариант вот нету денег и колес поставить надо чего их изготовить у нас были родные cayenne диски ну и полторы тысячи решили а почему нам спарку не сделать потом было 18 дюймов мы увеличили из алюминия сделали 21 дюйма и тогда у нас вот эти покрышки налезли металл троечка сделали в замок бы до как бы теперь не обрывает самый бюджетный вариант который можно вот это хозмак какую скорость и развивал меня максимально при считывании оборотов колеса на таком радуисе сейчас спидометр верно не показывает поэтому только по gps он 140 мы как бы на нем по полям по полям да дальше пока не пробовали теперь педаль нажимаем ну давайте теперь применимость к апокалипсису стекол нет надо дорабатывать поэтому в данной машине я думаю долго ты не проедешь поэтому сделай обязательно решетки металлические либо хотя бы брезентовые и вперед и сбоку и сверху и тебе еще надо сюда пулемет чё смотришь до реальных пацанов решил пересмотреть первый сезон что чё ты моросишь еще а ленинку батарским а ребята сериала сейчас на ю тубе свое шоу снимают у них там уже несколько выпусков четкая передача называется ну-ка давай заценим они там с джекичем дубровским гоняют на ладах грантах выясняют кто из них круче колян или вован в этом шоу пацаны пробовать несколько челленджей испытывают ладу гранту и знакомятся с экспертами вот тип такой надо тоже протестировать а чё там делает джекич дубровский такой у них учат быть а то блогерами они ж не шарик не рожна древние как динозавры сериал реальные пацаны с 2010 года с эмали нам надо как-то переходить на новый уровень понимаешь ю тубе не разбираются вован там иногда какую-нибудь фигню ляпнет хоть стой хоть падай давай в тик ток там все конки в четкой передаче есть конечно есть там пацаны эти лады гранты и хвост и криво и чё думаешь гранта побоет в топ лучших машин для того чтобы пережить эпидемию давай посмотрим четко передача так для ваза мощность приличная скорость неплохая думаю в этой тачке есть все шансы выжить период апокалипсиса если ты любишь автомобили а также смотрел сериал реальные пацаны с коляном и вованом то шоу четкая передача специально для тебя подпишись на канал поставь лайк под видео кратко опиши сюжет идеальной серии с участием коляна вавана и жекича дубровского закрепленном комментарии после текста оставь почту для связи а в декабре жюри подведет итоги и отдаст победу за самый интересный сюжет а я уже подписан перед нами очень интересный экземпляр если все машины мы значит потенциально рассматриваем как возможные при апокалипсисе данная машина апокалипсис уже пережила я думаю что она пережила взрывы атомные бомбы в неваде когда проводили испытания атомных водородных бомб и вот перед нами как раз такой вот экземпляр порт f2 50-х годов производства значит американцы любят большие габариты большие моторы мощные моторы америка очень обширная большая страна машины они делали основательно и подход в принципе мне такой нравится ставишь хорошие тапки на низком профиле и это просто пушка причем можно оставить даже его в ржавом таком стиле главное чтобы диски блестели классика американского тюнинга вообще классика американская старая если она в хорошем сохране она стоит бешеной бабок я думаю ценность данной машины как раз в ее оригинале поэтому делать текстуры из них я тебе не позволю но тогда выкупай заранее все иди в баню обратите внимание здесь вот древесина я думаю тоже 50-х годов в кузове серёга погоняла за полярный круг единственный блогер которого я знаю то потому что он родом из челябинск земляк что у тебя за машина знаешь это крузак 200 знаешь что ты на нем уже и сколесил если не весь то пол мира точно как-то его модернизировал чего тут стандартно очень стандартно он крузер 200 самый скучный автомобиль наверное потому что он не ломается зараза и чтобы было хоть как-то весело нужно что-то с ним делать пилить резать копать сверлить чем я занимаюсь чуть-чуть увеличил колеса немножко навесил железо спереди сзади снизу сделал себе спальное ложе ипотепы не хватило вот здесь живу три месяца в году я живу здесь что у тебя за колеса не такие же ты ставишь я ставлю колеса побольше штамповки или тоже не диски те же самые просто меня про резина вот так концептуально глобально здесь на самом деле вот штатного автомобиля очень мало изменений здесь примерно вот бампер вот поменяла навесное оборудование бампер очень удобная вещь я уже пару раз там полетал в сугробы там газельки меня таранило шноркель есть это нога негра называется нога негра да я не знаю можно ли говорить на ю тубе нога негра но негр это как бы раса на мой взгляд ты зря ругаешь крузак потому что вот это вот философия того что он скучный потому что он не ломается я считаю неправильно он хороший он он надежный зато вот он не ломается так а чё еще эти ты же машину покупаешь не то чтобы ее чинить одна из самых надежных машин для подобной экспедиции то есть если ты сваливаешь от зараженных то в этой машине я думаю шансы у тебя есть довольно высокий вопрос об утилитарности все-таки механика или автомат мне автомата нравится больше я я бы выбрал автомат но ради так ради прикола попробовать я бы попробовал но так на пол карасика но я тебе так скажу я же на нем уже три года езжу я уже три раза в арктике был там все снега истоптал которые только можно и не можно я делаю это на автомате какие основные сложности в арктике холодно и сходить в туалет потому что пока ты серешь тебя сдувает со всех сторон жопу можно обморозить наш топ лучших машин и очередное место значит занимает 21 волга только волга не совсем стандартная как вы видите она миниатюрная приводится значит в движение за счет батарей то есть это здесь электродвигатель стоит но с точки зрения выживания в период эпидемии я думаю эта машина максимально неподходящая эта машина значит конструирована специально для таких вот небольших мужчин а как у нее максималка ты не пробовал неплохая хорошо едет слушай хорошо хорошо едет на этой машине все бабы твои по крайней мере из седьмого б все мы кто впервые широкой публике доступны футболки от батьки вот это первый наш мерч за шесть лет существования канала впервые появляется мерч но я думаю что мы уже тоже заслужили два миллиона на канале я думаю можно себе позволить какой-то мерч так значит чё у нас здесь еще есть о хорош 54 вижу но там этот другой молодой доминик торетов не приехал так бать здорово а ты чё это без маски а у нас эпидемия у нас дистанция 38 5 отойдите от него ладно я шучу в ванном тоже про вот эту машину расскажут да это багги багги самодельная вездеход даже ты сначала объясни у меня же разные пенсионеры на канале есть что такое багги значит багги у нас почему называется потому что изначально это был volkswagen жук правильно вот с которого лишнее все сняли раздербанили а потом на нем начали наваливать вот и появилось такое направление в данном случае у нас полный самовар который можно в лесу за неделю собрать вот у меня сейчас визуально не малейшего понятия что здесь за база кто здесь донор какой здесь двигатель и так далее и тому подобное поэтому давай если ты знаешь рассказывай мне интересно началось все с мотора него ты можешь заметить него здесь не обнаружено я здесь не пахнет чуть-чуть пахнет у или шоу него чуть-чуть здесь него не пахнет здесь единственное общее с него и что у илинга как раз нету это его внедорожные свойства ты можешь заметить бать на дранках все нормально красовские колеса обдирыши тоже обдирыши это частая история вот этих самодельных ну цена вопроса потому что хороший ну правильно а зачем выдумывать и покупать там за сто тысяч колеса когда можно взять соседский крас скрутить всего ночью колеса и ободрать а потом пускай хозяин еще докажет что это его мотор как уже сказали него как не вот она тянет ходе не 7 нормально у вас мосты все максимально недорого приводного на оба моста вот скажи как думаешь в период эпидемии когда заражен шноркель кстати фильтр и внутрь то есть немножечко жахнул позвал ребят и потом своим перегаром можно ускорение туда в этот фильтр дышишь фильтр старт он ускоряется ты мне скажи почему не приехал доминик торетов слушал проекты снимает пилит до хера деловой влад давай сейчас еще раз это приезжай пообщаемся маленький так как мы уже говорили кразовский обдирыши кразовский обдирыши причем об ободраны они вообще хорошо до корда ободраны я вижу то есть она же в любой момент бахнуть может нет нет четыре слоя оставлено лебедка вот что немаловажно в бездорожье у нас есть лебедка чтобы ты поехал в лес заражен тяжело переходить через препятствия чем дальше в лес тем третий лишний не вовский тащит его не вовский тащит потому что трансмиссия просчитана все от колес на мотор ну не знаю значит мы обязательно все проанализируем все четко изучим и по какое-то место мы этой машине в этом топе обязательно выделим справедливо было бы отнести к топу лучших машин для того чтобы пережить эпидемию автобус ли ас не такой уж звонки мне достался голос большую компанию там девчонок пацанов всех своих собираешь в автобус в данном случае это лиаз 677 возил нас в советские года и постсоветские значит вы на даче за город гаражи кооперативные потому что как обычно человек советский жил в квартире хрущевке ехал в другой край города в кооперативный гараж сам себя считаю здесь заправить передаем сколько пять копеек пять копеек слушай у меня рубль давай это я одну установку проеду и можно можно спасибо давай кондуктор рассказывать это значит советская система оплаты проезда вот все правильно сюда мы бросаем монетку сами выкручиваем билет вот здесь выходит билет он естественно не заряжен вот причем прибор не рассчитан на вообще определение номинала монетки то есть проезд был пять копеек в разное время по разному и так минимальная стоимость проезда это в этой сущей копейки был проезд и все работу на совесть пассажиров до советском союзе совесть имела значение в отличие от нынешнего времени в период пандемии я думаю что автобус это очень удобное средство передвижения если его немножечко модифицировать заделать окна значит металлическими решетками поставить значит люк есть люк в люк поставить пулемет отлично считай большая у него вместимость самая большая вместимость среди сегодняшнего топа можно погрузить сюда топлива провиант оружие и много людей вот то есть это такой передвижной автономный населенный пункт водитель значит сидел здесь почему так и почему нету сообщения с салоном потому что здесь вот стоит двигатель как видите только две педали тормоз и газ фактически это автомат потому что у него гидромеханическая передача что вот это рычаг открытия дверей но так как системе сейчас нет воздуха мы открыть ее не сможем советских автобусах водителя вообще никто не отвлекал он не отвлекался дороги в отличие от блять от нынешнего времени когда маршрутчики делают сразу 18 дел они управляют автомобилем разговаривают по телефону принимают оплату за проезд при этом матерятся и дерутся с другими маршрутчиками причем все это одновременно не обращать внимание это конечно же не из-за вируса это всего лишь потому что я решил здесь немножко подработать зашкурил там один автобус вот грунтовкой покрыла краскопульт потерял просто занимаюсь кузовными работами так что обращайтесь недорого ждите новые выпуски ржавой молодости я специально не стал расставлять эти машины по местам поэтому напишите в комментариях в какой последовательности вы бы поставили эти машины в топе лучших машин для того чтобы пережить апокалипсис на фоне эпидемии жмите лайк подписывайтесь на канал а также бейте в колокол ну и на инстаграм не забудьте подписаться спасибо мне кажется ты заразился у тебя голос какой-то заторможенный тебе кажется